Дальнее, пожалуйста, коллеги, микроскоп и микрофон, если вы выступаете, вы можете тогда подойти, естественно, на мое место и отсюда. Тогда вас будет видеть раз для истории, все будет в интернете лежать неограниченно долго, вас будет помнить. Спасибо, Владимир Николаевич. На самом деле, я хочу сказать, что я очень горжусь тем, что я есть ученик великого профессора и желаю каждому, я думаю, что каждый из вас спустя какое-то время будет с огромной гордостью, так же, как и я, произносит следующую фразу. Я слушал лекции у Харинка. Я хочу добавить, что мне все очень нравится и эта школа, и эти подходы, и методика, но можно одно пожелание. Сегодня, когда мы видим эти уникальные технологии, хотелось бы видеть вот там вот маленькое окошечко, в котором присутствовали бы представители Министерства образования. Чтобы эти вопросы юридического характера, которые сегодня мы все с вами, я не случайно поднял этот вопрос, сегодня мы все с вами поза законом, потому что нет того закона, который регламентировал то, чем мы сегодня с вами занимаемся. И у нас очень много проблем с этим на местах, и хотелось бы уже сегодня задать вопрос непосредственно тем людям, о которых это зависит, решение этих вопросов. Маленькое пожелание в школе в дальнейшем, чтобы все-таки в вебинаре, я понимаю, что очень сложно притащить живого сюда чиновника, но все-таки, если налоговая служба уже нас учит, как платить налоги, хотелось бы еще и от Министерства образования услышать, как же все-таки нам работать. Спасибо огромное, удачи всем. Александр Николаевич, у нас в Трисусе будет то, что он китурный, то есть в школе семейных, будет присутствовать там уже проректор Романовский, и я думаю, вот эти пожелания, скорее всего, надо произнести на том столе. А Романовский, как проректор, через ректора, там это уже как он сделает, я не знаю, в Министерстве бывает, он нашу идею, наше пожелание донесет до чиновника в Министерство. И тогда действительно мы с вами, может быть, и получим такую возможность на наших открытиях, они нас откроют, ну вот у нас, вы знаете, Зазен Иван Андреевич нас приветствовал, да, ну понятно, не всегда все гладко пока у нас получается, новые технологии не до конца отработаны, но мы не исключено говоря, что будем видеть наших министров, которые нам из Киева будут посылать приветы, и мы будем видеть чиновников, которым можно задать вопрос, которые будут участвовать, вот как мы с вами, да, вот здесь, в руку он в столе, и он будет иметь возможность ответить. Я могу вам сказать, что Александр Николаевич присутствовал, когда мы задавали нашему чиновнику Министерство Ангела Каравайченко, ему задан был вопрос представитель Киева Могилянской Академии, он его спросил очень просто, скажите, пожалуйста, а у Министерства есть планы развития дистанционного обучения в Украине? Ну, он, конечно, начал рассказывать, что вот как хорошо, как здорово, и что, в общем-то, конечно, где-то они есть, но что Глебовец ему заданал вопрос конкретно, скажите, пожалуйста, а что мы будем рассматривать на следующем этапе, и когда это будет, в каком месяце вы запланировали с нами новую встречу? На что, увы, у Каравайченко ответа не нашлось. То есть это о чем говорит? А нет у Министерства планов развития дистанционного обучения. То есть они только ориентируются, вот Малюкова нас собрал, прекрасно, Морза нас собрала, прекрасно, Министерство ставит себе галочки. Вот мы провели это. На самом деле провела-то Морза, на самом деле провела-то Малюкова, правильно? Вот это, я думаю, что эти все вопросы, я думаю, что имеют смысл, и, кстати, если у кого-то представители других университетов здесь есть, пожалуйста, вы можете действительно вот здесь на круглом столе следующее, это все озвучить. Для того, чтобы оно действительно вошло в решение нашей школы-семинар, чтобы эта информация дошла до нашего министерства, тем более действительно у нас с вами прекрасная технология сейчас есть. Не только визик. Кстати, может быть они нам купят Адобо-Коннект. Каждому университету. Кстати, Адобо-Коннект не надо покупать каждому университету, можно купить один Адобо-Коннект на город, в общем-то, ну, хорошую версию. И она будет всех устраивать, и все через нее будут вести свой учебный процесс. Потому что 10 тысяч это минимальная стоимость, минимального набора, который, не исключен вариант, что через год-два-три активного развития видеоконферимов, ну, вот таких вот вебинаров, он просто не будет хватать ресурсов у нас. Спасибо, Александр Николаевич, за интересное конструктивное предложение. Пожалуйста, я так вам оказываю.